Приветствую вас, Марианна. Давайте разберем ваш вопрос. Сейчас я его прочитаю. Итак, кризис в семье. Я замужем. В августе было 3 года. У нас 2-летняя, прекрасная дочка. И сейчас я беременна вторым ребенком. Смотрите. Вот. В целом, то, что вы говорите про своего мужа, выглядит так, как будто это просто муж. Это не... Не ваше такое сознательное... Ну, сознательное решение быть человеком. Как личностью. А это ваша вот... Какая-то часть личности. Например. Женская часть. Решила, что хочет быть замужем. Да. И, соответственно, вот. Вы встретили мужчину. Выбрали его. Но, совершенно непонятно, принимаешь ли вы его. Да? То есть, безусловное принятие с вашей стороны отсутствует... Его как такового. И... Можно ли говорить... В таком случае про любовь... Ну, на мой взгляд, скорее, нет. Да. Потому что... Любовь без... Ну, без принятия. Без безусловного принятия. Да. Любовь... Под большим сомнением. Сомнением. Вот. То есть, такое ощущение, что между вами достаточно мало общего. Дальше. Так. У нас двухлетняя прекрасная дочь. И я беременна вторым... ...ребенком. У меня здесь сложилось впечатление, что... Вы... Ну, будучи в порыве страсти... Завели детей. Такое у меня ощущение. Я могу ошибаться, но... Такое у меня чувство. Потому что... Вы стали к мужу относиться иначе. Вы стали видеть его по-другому. И это выдает некоторую успешку. В том, чтобы... Ну, обзавестись детьми и семьей. Это... Вот... Может свидетельствовать о том... Что... Вместе вам не так хорошо. Но... Что нужны еще дети. В течение последнего года у меня очень часто... ...зникает... ...чувство обиды на мужа. Неудивлетворенность и эмоционального голода. Иногда одиночество в браке. Пишите вы. Очень хорошо, с одной стороны, что вы об этом говорите. Но... Важно... Эээ... ...разобраться, что означают эти... ...переживания. Например... Эээ... Обида на вашего мужа... Эээ... В первую очередь... ...Означает определенные... Ожидания. То, чего вы от человека ждете. И то, чего вы, судя по всему... ...от него не получаете. Обиды возникают тогда... ...когда у человека имеет место быть... ...ну, вот такие... ...не совсем реалистичные ожидания. Обиды возникают... ...и... ...тогда... ...когда... ...необрадование... ...того, чего человек ждет... ...приводит к ощущению... ...эээ... ...какой-то вот своей... ...эээ... ...неполноценности, может быть, да... ...своей... ...ээ... ...нудоведворенности... ...своей хужести... ...чем другие люди. Обиды также... ...связаны с тем... ...что человек пытается... ...вызвать чувство вины... ...у другого. То есть, грубо говоря... ...это ваш... ...способ... ...получать... ...эээ... ...то, чего вы хотите... ...получать желаемое... ...через обиды. Конечно... ...это не самый лучший способ... ...выстраивать отношения... ...далеко не самый лучший способ... ...вы... ...выстраивать взаимодействие... ...но... ...вы так привыкли... ...возможно... ...то есть в целом... ...ээ... ...вас... ...задевает... ...поведение мужа... ...то как он себя... ...например... ...вам ведет. Вас именно это задевает. Ээ... ...ээ... ...что такое... ...задевает... ...да... ...что такое задевает... ...ну, задевает в первую очередь... ...ээээ... ...ээ... ...меняет ваше представление... ...ээ... о себе в худшую сторону. То есть вы чувствуете, что начинаете думать о себе по-другому, чувствовать себя по-другому из-за его, ну, поведение из-за его отношения к вам. То есть есть такая вот неустойчивость. Неустойчивость именно в вопросах, восприятия себя скорее. Дальше. Неудовлетворенности эмоционального голода. Смотрите. Ну, неудовлетворенность бывает разная, конечно, конечно. И я думаю, что здесь важнее понять, о какой именно неравлетворенности вы говорите. Вот. Именно вы. Важно понимать, что именно вы имеете в виду. Важно понимать, чего именно, э-э-э, ну, в чем именно, э-э-э-э, проблема заключается в ваших проблемах. Понимаете, вам? Потому что одно дело, если это не удовлетворенность в том, что... дать вам, для вашего мужа, например, ничего не стоит, допустим. И другое дело, если мы говорим о том, что ваш муж не может вам это выдастся. Он просто не способен этого сделать, то есть подобные разграничения крайне важны для лучшего понимания ситуации. Далее, что касается эмоционального голода, здесь тоже не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Говоря об эмоциональном голоде, что это такое? Это чувство себя незначимой, это, ну, чувствование себя незначимой. Это подременность в больших эмоциях. Да? И так далее. То есть, ну, мне кажется, кажется, что здесь нужно все-таки несколько поисследовать этот процесс, потому что на данный момент не ясно, вот в чем именно эмоциональное голодание проявляется у вас. Иногда одиночество в браке. Пишите вы. Ну, вообще говоря, одиночество в браке в данном случае вполне естественно и логично, потому что, по моим ощущениям, между вами и вашим мужем не так много общего, как могло бы быть. И вы чувствуете себя одинокой, потому что где-то, где-то вы себя сковываете, где-то вы себя ограничиваете, где-то вы себя не принимаете, опять же. А где-то вы жертва в том смысле, что что-то делаете для человека, ожидая от него чего-то взамен, а он вам этого не дает. И... Оставаясь одна, с чувством несправедливости, вы, конечно же, этим состоянием тяготитесь. Безусловно. Дальше. У меня хороший муж. Он верный, мужественный, в целом внимательный к моим бракам, семейный. Ммм... Вы понимаете, хороший муж – это оценка. Это оценка. И... На мой взгляд... Эм... Оценка... А также перечисление его качеств... В данном случае выглядит как весьма серьезное ограничение. Весьма серьезное сужение... Г... Эм... Границ... Человека. Его грани, точнее. Потому что то, что вы пишете, верный, мужественный, внимательный к моим просьбам и смейный, вот не знаю, видите вы это или нет, это все касается вас. То есть вам важно, чтобы человек был верным, вам важно, чтобы он был мужественным, вам важно, чтобы он был внимательный к вашим просьбам и вам важно, чтобы он был смейный. То есть все это по факту звучит так. Верный, я боюсь измены, измены, или измена, ну тревожишься по этому поводу, да, вот вопрос, почему я боюсь измены, соответственно, ну просто мужественный, это значит, что я не чувствую себя защищенной, мне хочется переложить ответственность за свою защищенность на другого человека. не следует понимать то, что я говорю буквально, буквально, что вот вы не должны быть мужественным человеком, нет. Но обратите внимание, как вы выделяете эти качества. Верный, мужественный, да, мужественный, это вот, эээ, какая-то вот недочищенность ваша. Далее. Внимательнее к моей просьбам, что это значит? Именно, именно как бы вот, заострение внимания на это. Эээ, вот совершенно очевидно, что любой человек, любой, кто, эээ, ну, с вами взаимодействует, как вот ваш мужчина, как ваш партнёр, любовный, семейный, да, он должен, эээ, внимательно относиться к вашим просьбам. Если он не относится, то, есть два варианта. Первый вариант, может, но не хочет, второй вариант, хочет, но не может, но не может, да. И в обоих случаях возникает вопрос, а вы, когда вот, ну, вот, вы его выбирали, вы решали с ним быть, вы принимали, что он, вот, не очень, может быть, эээ, там, внимателен, эмоционален и прочее. Но, то, что вы перечисляете его внимательно к вашим просьбам, как вот, плюс, да, говорит о том, что вас задевает, и достаточно сильно задевает то, когда к вашим просьбам не внимательно. То есть, если я тебя о чем-то прошу, будь внимателен к моей просьбе. Если ты мне внимателен, мне обидно, я обижаю. То есть, меня это задевает, но ответственность за это, я перекладываю на тебя, ты виноват. Я обидался. Очень важный момент. Семейный. Ну, семейный, в принципе, то самое, что и верный, да, по большому счету. То есть, такой вот надежный, стабильный, кто вот ориентирован на семью, всё в семью, ты, по факту, человек, который, ну, не, вот, семейный для него на первом месте. То есть, я не знаю, есть ли друзья у вашего мужа, да, есть ли общие друзья, но вот семейный, это про вот какую-то такую ориентировку больше именно на семью, а не на, вот, там, друзей, допустим. И вновь, и вновь. Одно дело, если бы все эти качества вашего мужа просто были быть, но вы их выделили, вы о них написали. И это единственное, вот то, что вы написали, единственное, что хорошее в вашем мужа. Хотя ничего из того, что вы описали, ничего из этого не характеризует ваше взаимодействие, и не характеризует его как личность, и даже как мужчину. Как мужа, да, возможно, именно как мужа, только. Но и всё. Есть ещё человек, есть ещё социальный индивид, есть ещё личность, есть ещё родитель ваших детей, есть ещё ребёнок своих родителей, ну, если родители его живы, вот, если они живы тоже. Есть родственник своих родных людей, понимаете? Есть друг для своих друзей, есть профессиональный субъект, то есть, ну, субъект профессиональной деятельности, и есть творческий человек, ну, в какой-то степени адаптности к личности, но не за всё. Вот эти все вещи, указы из которых есть свои характеристики, а вы, повторю, я повторю, описали только мужа, вы их, ну, вот, такое ощущение, что не видите. А именно, из совокупности этих вещей выстраивается общение, взаимодействие и партнёрство, как ни по-моему, ни на мужа, ни на характеристики человека, как мужа, выстраиваются отношения. Ну, понимаете, о чём идёт дальше? Это вопрос вашего выбора. Дальше, по темпераменту культурного развития мы с ним очень разные. И я вам охотно верю, вам охотно верю, что по темпераменту вы разные. Что касается культурных культурного развития, здесь, ну, а кто оценивает культурное развитие? Ну, вот, кто оценивает? Почему считается, что если человек, например, живёт, не знаю, в деревне, такой вот глухой деревне, он менее культурный развит, чем человек, живущий в городе. Например, я думаю, что человек, живущий в деревне, более культурный развит, именно культурно. Тогда как в городе человек, может, человек больше развит социально. И адаптирован он более социально. Но сейчас речь немножко о другом. Насколько вы эти различия принимаете? Ну да, вы разные по темпераменту. И, в принципе, это хорошо. Потому что, например, мне показалось, что ваш муж, несмотря ни на что, человек такой мечтательный, больше, больше, а вы больше такой, ну, практичный человек. Могу ошибаться, конечно. И получается, что вы способны своего мужа иногда заземлить, а он способен вас немножко, вот, оторвать, вот, реальность, да, и вот, ну, повыше, повыше, поместить. Если можно так выразиться, повыше поместить. Но вопрос не в этом. Вопрос в том доме всегда разница есть. Принимаете ли вы ее, эту разницу? Или раньше принимали, а теперь нет? Вообще говоря, если раньше принимали, а теперь нет, то есть. Нужно исследовать, какие именно вещи, произошли, что повлекло за собой, такие перемены. Случайно этого не бывает. У этого есть свои, ну, свои причины, свои основания. Какие, нужно смотреть. Нужно смотреть. Потому что, вот так вот, на скидку, конечно же, не скажешь. Вот. Но, очень важно понимать, да, вот, как вернуться к этим различиям, потому что они есть, они есть всегда, и умение принимать себя, и умение принимать других, как раз таки, очень важно в том числе. Дальше. Так. Я эмоциональная, живая, активная, очень организованная личность в мелочах. В то же время, обидчивая и требоваться нам. Я эмоциональная, живая, активная, очень организованная в мелочах. Я бы сказал, что вы вот, то, что у меня появилось, да, перфекционер. Вы. И, организация в мелочах, это такая вот, педантичность, да, такая вот, я бы сказал, ну, может быть, гроботливость, эм, да, да, прочность, если угодно. Очень, эээ, отдает, эээ, знаете, такими, эээм, компенсациями за тревожность. ваш, то есть, организация в мелочах, да, а это вот, эээ, про тревожность. Дальше, обидчивая и требовательная. Ну, опять же, ээ, э, эмоционально. эээ, она бывает разной. Бывает негативной, бывает позитивной, бывает деструктивной, бывает, гидающей. И, эээ, как мне кажется, ваша цель не изменить свои качества, а по факту, эээ, перенаправить их в более позитивное русло. Для вас. Вот. Эээ, так, живая и активная, ну, это, как бы, к контексту здесь не привязано, поэтому, не совсем очевидно, что вы имеете ввиду. Эээ, очень организованно, в мелочах, лично, в принципе, сказал, да, что тревожность тут есть. В то же время, обидчивое и требовательное, но, ээ, с обидчивостью и требовательностью нужно поработать. Про обидчивость я уже сказал, а про требовательность, это, в первую очередь, требование к себе. Это, ээ, непринятие, в первую очередь, себя, и уже, дальше, впоследствии, это уже, требование к другим людям. Так, муть, напротив, в целом спокойный, не эмоциональный, не романтичный, абсолютно крайне неорганизованный в быту и по жизни. Ээ, ну, опять же, вы это видите скорее, как негатив, вы негатив. И, вот он такой, и, действительно, он не изменится. Принимаете ли вы его, таким? Большой вопрос. Дальше. Это не значит, что у него совсем нет эмоций, или нежности ко мне. Но мне их очень мало. Я часто обижаюсь, поэтому на него, говорю ему об этом. Ну, опять же, вот здесь, вот что значит мало, да? Вот что значит мало, как можно к чувствам, применять это понятие мало. Чувства, это не измеримая история. Если вам мало, значит, здесь есть какая-то болезненная история именно у вас. Что я хочу определенного количества чего-то, я этого не получаю, и мне из-за этого плохо. Ну, грубо говоря. Это очень важный момент. Что, как вас задевает количество эмоций, эмоций и нежности со стороны вашего мужа. обиды отсюда же. Обиды это, правильно? Именно задевание. Что-то он понимает, что-то нет. Мы стали часто ссориться с моей подачей. Но опять же, такое ощущение, что вы пытаетесь мужа своего изменить. Это первое. Второе. ссора, конфликт, не важно, чьей подачи в данном случае. хорошо раскрывается в энцикологической игре скандал. Почитайте про нее, пожалуйста. В интернете я надеюсь, вам поможет она понять что происходит. Я скажу несколько слов, да, что, во-первых, ссора ссора помогает снять напряжение без эмоциональной духовной близости. Люди боятся эмоциональной духовной близости, но напряжение таким образом снимают. Это первое. Второе. все-таки такая вот потребность в любви, принявшей себя, причем у вас обоих. ну, а реальное поведение можете тоже почитать в интернете. Что это значит? Что-то понимают, что-то нет, а тоже больше такая менторская нотка. Далее. я все ему должны напоминать постераз, это меня тоже выводит из себя. Ну, непонятно, почему вы должны ему напоминать, да, то есть, как бы, почему вы должны и как вас это задевает. Он говорит, что он такой, ничего не поднялся. Да, верно говорит. Я очень самоорганизован, начинаю от оплаты и так далее. Я боюсь, что это не совсем организованность. Это, скорее, вот именно тревожность, это, скорее, такая попытка себя защитить от любых неожиданностей. Как следствие стремление к контролю, как следствие давления и как следствие потребность во всё большем контроле. Так это выглядит, по крайней мере. может быть, там, конечно, есть некоторые нюансы, да, но выглядит так. Дальше. Даже наши биоритмы не совпадают, там слова ложиться очень поздно, может долго спать, что меня раздражает. Я же, замородок больше. Ну, видите, да, то есть, какие-то вещи именно задевают. Вот причины этого, того, что вас это задевают, нужно исследовать. Потому что человек ведёт себя абсолютно естественно, а вас это именно всё раздражает. Опять же, ну, ваш муж такой, он был таким всегда, получается, раньше не раздражало, а теперь теперь начало. что, тут либо что-то произошло, либо откровенно чувство ваше не совсем про любовь. Дальше. Эм, так. Я стараюсь придумывать там развлечения, выходы, он старается ходить всегда со мной, даже если ему это не очень интересно. Слушайте, такое ощущение, да, что вот вы пытаетесь своего мужа подстроить под какой-то, какой-то образ созданный вами. при том, что у человека вы вообще, ну, я пытаюсь придумать нам развлечение. Зачем? Развлечение нужны вам. У мужа свои развлечения. Да, у вас, вы искусственно пытаетесь создать точки соприкосновения. Искусственно. Иногда он бывает нежен и более эмоциональный, но больше не хватает этого. Даже всего не хватает. И почему? И как вас задевает, да? То есть такое ощущение, что вот вы эмоционально нуждаетесь в мужа, да, но свой собственный ресурс вы тратите на кое-что другое. не знаю, что делать, так как посещает мысль о разводе, но я люблю его, у нас маленькие дети, хотя в последнее время на душе часто бывает тягостная и нехватка эмоций в браке. ну, любовь, как я сказал, любовь это история про принятие, у вас принятия нет, вот, из-за детей в браке осталось худшее, что можно придумать. нехватка эмоций в браке это, опять же, работа двух людей. я бы рекомендовал вам вместе с мужем обратиться к психологу, да, и совместно вдвоем поработать с, проблемами, вот, и, конечно, вам индивидуальной терапии тоже. В этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.